Урбанистический привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы обсудим с вами очень важную тему для любого современного мегаполиса с населением, переваливающим примерно за 5 миллионов человек. Я расскажу вам, почему важно пересаживать людей с личных автомобилей на общественный транспорт и как подобный замысел можно осуществлять даже с помощью не очень приятных для людей мер, но зато очень полезных для города. Так как это видео предназначено для моего московского канала, обсуждать эту тему мы, естественно, будем на примере нашей любимой Москвы. Ну и давайте начнем с того, зачем вообще людей насильно пересаживать на общественный транспорт. Кстати, если бы ты был подписан на мою группу в Телеграме, ты бы уже давно знал ответ на этот вопрос. Конечно, все дело в автомобилях, которыми большинство сегодня так сильно хочет пользоваться. И не только для поездок на дачу, другой город или какое-нибудь там путешествие, а для ежедневного комфортного перемещения своей попки с места на место. Безусловно, всех можно понять, но из-за переизбытка автомобилей на улицах страдают практически все. Пробки, загазованность, придется тратить куда больше времени на свои обычные поездки. Город отчасти вообще может быть парализован. Такого допустить нельзя, поэтому главным сегодняшним противовесом автомобилям в Москве выступает общественный транспорт. Автобусы, электробусы, трамваи, метро и железнодорожные городские проекты. В меньшей степени другой транспорт по типу шеринга велосипедов или самокатов. Хотя в некоторых странах велосипед занимает более уверенную позицию среди популярного транспорта. Причин тому куча. От бедности до высоких налогов и цен на содержание своего авто. С появлением автомобилей в нашей жизни уже на протяжении многих лет в Москве постоянно расширяют и модернизируют дороги. Однако на дистанции это никаким образом проблемы пробок не решает. Машин становится лишь больше, а пробки более масштабными. Поэтому несложно догадаться, что в рамках города машина, мягко говоря, бесполезна. Она занимает не прям намного меньше места, чем какой-нибудь трамвай или автобус, но при этом везет в среднем одного или двух человек вместо ста. Это просто гигантская разница. А с учетом того, что практически у каждой семьи сегодня есть как минимум один автомобиль, ничего удивительного нет в том, что постоянное расширение городских автомагистралей или строительство новых дорог по типу Хорд не приносит должных результатов. Со временем их просто забивают новые машины. Помимо того места, которое занимают автомобили при движении, их же нужно еще и где-то парковать. А это еще больше места, которое необходимо выделять для парковок, в том числе рядом с самой дорогой, а не только в специальных наземных или подземных паркингах. И это мы еще не затронули проблему экологии, ведь все машины потребляют огромное количество нефтепродуктов и загрязняют природу. При этом в сегодняшних реалиях избавление автоавтомобилей просто невозможно, да и никому не нужно. Достаточно просто соблюдать правила равновесия между общественным транспортом и личными автомобилями. Достигается это в тот момент, когда на дорогах не образуется огромное количество заторов и пробок, а общественный транспорт города развивается и комплексно увеличивает провозную способность населения. Как мы можем видеть на практике, в том числе и в Москве, запихнуть народ в какое-нибудь метро и уж тем более удержать там намного сложнее, чем дать возможность пользоваться личным автомобилем. Которые в 21 веке в нашей стране стали во множество раз доступнее, чем раньше. При этом многие и вовсе готовы пренебрегать своим временем и отдавать лишние часы на стояние в пробках, но зато в собственном автомобиле в комфортной обстановке. Из-за этого мы с вами и наблюдаем огромное количество утренних и вечерних пробок на недавно расширенных магистралях и даже абсолютно новых дорогах по типу, опять же, московских скоростных диаметров. Но как же пересадить людей на общественный транспорт? Снизить нагрузку на существующую дорожную инфраструктуру, уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу и убрать практически все пробки с улиц. О, здесь есть множество способов, которые можно подразделить на две группы. Агрессивную и дружелюбную. В первую группу входят меры, активно направленные именно на автомобилистов и всегда им не нравятся, потому что мешают более дешевому и комфортному передвижению на автомобиле. А дружелюбные меры вместо того, чтобы угнетать автомобилистов, нацелены на улучшение в первую очередь общественного транспорта и ориентированы на то, чтобы пассажиры добровольно пересаживались на более быстрые автобусы или метро. Самыми яркими примерами агрессивной борьбы с автомобилистами в Москве считаются платные парковки, которые со временем, кстати, распространились из центра на территорию всей Москвы. Огромное количество камер контроля скорости, полосы или непристегнутого ремня. Автобусные полосы, то есть выделенки на множестве дорог. Невозможность свободно передвигаться по всем трамвайным путям. Также в последнее время растут налоги и сборы, которые удорожают не только владение, но и возможную покупку даже бывого автомобиля. Вообще здесь города и даже страны всегда действуют немного по-разному. Где-то начинают сносить ранее построенные автомагистрали, как, например, в США. Где-то вводят прогрессивный налог на владение старым автомобилем, как это делают в Японии. Что, кстати, помогает меньше закрязнять окружающую среду и сильно поддерживает всех производителей автомобилей. В нашей же стране буквально только что сильно вырос утиль сбор, что отразится на цене всех автомобилей чуть позже. При этом очень похвально, что правительство делает доп. послабления и льготы для владельцев, например, электромобилей. Они меньше загрязняют природу и практически не потребляют нефтепродукты. Поэтому для обладателей таких авто в Москве и других городах России существуют бесплатные парковки, бесплатные зарядки и различные налоговые льготы. Если же говорить про методы дружелюбной борьбы с пересаживанием людей на общественный транспорт, то на примере Москвы можно выделить подвижной состав общественного транспорта, как наземного, так и подземного, которые начали активно развивать и обновлять примерно с 2010 года. Также автобусные полосы, если рассматривать их не в качестве того, за что можно штрафануть обычного водителя, а в качестве меры ускорения движения автобусов, дабы они не стояли в пробках. Также не стоит забывать про удобную оплату проезда, которая тоже играет свою роль. Комфортные интервалы движения даже пригородных электричек, появление различных удобств в виде автоматов с едой и напитками прямо в метро, оборудование транспорта для использования его людьми с ограниченными возможностями. Все это и не только стимулирует людей выбирать общественный транспорт. Ведь зачем выпендриваться и стоять в пробке на машине, если до работы можно намного быстрее утром доехать на метро, взять с собой перекусить прямо перед входом в подземку, зарядить телефон в вагоне и не стоять в вечных пробках. Я считаю, что в последние годы Москва в целом двигается в правильном ключе развития общественного транспорта. Пока что хромает трамвайная сеть и не на всех маршрутах наземного транспорта довольно комфортные интервалы движения. Ну и так, по мелочи. При этом автомобильные дороги строят с небольшим перебором, давая автомобилистам больше места, чем нужно. Да, удобная развязка с МКАДа это одно дело, но вот строительство хорта и диаметров уже совсем другое. Вот, например, наша новая магистраль. Не до четвертое транспортное кольцо. Оно обсирает жизнь огромному количеству москвичей, которые в один момент начали жить напротив многополосного шоссе. При этом существенно как-то снизить уровень пробок, конечно же, не удалось. На сегодняшний день на хордах плохо реализованы некоторые съезды, и с самого начала их открытия здесь образуются пробки. Что будет через 10 или 20 лет, думаю, представить вы можете. Конечно, новые дороги в целом это хорошо, но не многополосные шоссе по кругу или, не дай бог, через центр города. Такие проекты лишь портят уровень жизни и убивают эстетическую сторону даже такого мегаполиса, как Москва. Пешком ходить намного полезнее, а по городу, где над вами нависают эстакады, а под ними все закатанного асфальта гулять никто не будет. Но благодаря разностороннему развитию города, некоторые их не замечают, а некоторые и вовсе слепы, или ввиду отсутствия критического или любого другого мышления, не могут понять, что не все реализуемые проекты на самом деле полезны, и уж тем более реально нужны. Поэтому не стоит ругаться и бомбить на дорогие платные парковки, камеры контроля скорости и другие трудности при вождении автомобиля. Выбор есть всегда, и если вы хотя бы при ежедневном передвижении по Москве пересядете на метро или какой-нибудь электробус, то не только сэкономите кучу денег, но и в большинстве случаев будете быстрее передвигаться по городу. Исключениями из этого являются разве что те, кто ездит на работу или с работы в нестандартное время, например, когда еще закрыто метро или интервалы наземного транспорта более долгие. Думаю, никто не будет спорить, что не так давно Москву все же удалось вытащить из жопы в сфере пробок. Но с расширением дорог сегодня нужно повременить. И еще активнее заняться усовершенствованием общественного транспорта и качественной городской среды, где вместо десятой полосы МКАДа построят трамвайную линию, сделают автобусную полосу или пешеходную велодорожку. А появление еще большего числа автомобилей в нашем городе, по крайней мере внутри МКАДа, нужно потихоньку прекращать и мотивировать людей пользоваться общественным транспортом и альтернативными способами передвижения хотя бы в теплое время года. Ведь если вечно все хавающих людей можно переселить в человенечки с дохлой инфраструктурой рядом, то вот застроить весь город многоуровневыми автомагистралями даже наша власть пока что не готова. А по-другому избавляться от вечных пробок скоро не получится. Поэтому выбор будущего за всеми нами. Огромное спасибо за просмотр. В комментариях напишите, на чем предпочитаете передвигаться вы. И не забудьте отблагодарить автора подпиской на канал YouTube или Telegram. А также, пожалуйста, не забывайте про мой Бусти, который очень сильно поддерживает выход новых видео в это нелегкое для всех нас время. Всем удачи и ББ, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok